Привет! У меня сегодня шок-контент и сразу предупреждение, дисклеймер. Ребята, вот то, что сейчас покажу, ни в коем случае без затеста не брать. Идите, знакомьтесь в Яблоко, там эти ароматы стоят, потому что это реально труниша. Это альфактурная картина. Не факт, что вы будете его носить. Скорее всего, вы не будете его носить, и скорее всего, вам это не понравится. Но если вы такой же чок-контент и долбанутый, извращенец парфюмерный, как и я, тогда добро пожаловать. Я рассказываю о бренде Бастилия. Вчера познакомилась с ним в Золотом Яблоке. Ребята, это что-то с чем-то. У меня 14 июля, день взятия Бастилии. Тарт пороховой, знаете, такое ощущение петарда, причем-то она бабахнула, и вот этот вот запах дыма. У меня здесь есть ассоциативные еще бенгальские огни, следом накатывает большая волна сладкого такого кофейного аромата, за ним идет ваниль, потом идут какие-то апельсинки, цитрусы, потом специи, откуда-то немножко цветочков занесло. Но вот прям те, кто смотрел художественные фильмы про французскую революцию, взятие Бастилии, вот эти все вещи, вот прям оно. По смыслу немножечко похож, возможно, вдохновились Сержем Лютанцем, по-моему, Бактен де Фо аромат. Там тоже есть, но это вывернуто на максимум. Это прям вот по полной, знаете, так в этой пробирке запах дня взятия Бастилии, вот того, который был. Не того, что сейчас отмечается, да, круассан, вот это все, хотя здесь круассан тоже есть. Это прям такая историческое ароматическое, историческое ароматическое воспоминание о прошлом. Я не знаю, если есть машина времени во флакончиках, то вот это она. Я хочу познакомиться с другими ароматами этой линейки, потому что это прям вот то, что я люблю. Я сегодня рискнула, нанесла на себя. Он слышимый, его прям очень слышно, он летучий, он шлейфовый, не знаю, как будет держаться. Но я сегодня пойду в нем в люди, и я хочу запросить мнение своих клиентов об этом аромате. Пойду поживу, а мы увидимся. Ну что, день прошел, как говорится, уставшие, но довольные, мы возвращались домой. Я прожила с этим ароматом день, и я сделала немножко хитрый шаг такой. Я попросила дать обратную связь еще четверых девушек, женщин, на этот аромат. Я прям перед началом игры, которую я сегодня вела, трансформационная, нанесла его на блотер и дала послушать девчонкам этот аромат. Что могу сказать, таких задумчивых лиц, слушающих бумажечки, я не видела давно. Кому интересно, их впечатление в виде аудиофайла выложено в моем телеграм-канале, ссылка в описании, пожалуйста, приходите, слушайте, смотрите. Что касается моего восприятия, я в полном восторге. И скажу сразу, у него очень своеобразный, очень такой впечатляющий старт. Вообще этот аромат по впечатлению вполне мог бы стать линейку работ Гуальтьери. Прям вот ворто-паризе, я думаю, прям хорошо бы он вписался. Ребята явно вдохновлялись вот этой современной модной тенденцией, которую заложил Гуальтьери в своем аромате садмаза. Вот это вот немножко грязная телесность, при этом ванильный вайб, такое вот сочетание немножко странного, горячего, грязноватого секса, вот таких вот каких-то телесных вещей. Но при этом его старт звучит более впечатляюще, более настораживающе, более пугающе, нежели его раскрытие. На старте здесь можно уловить ощущение соленой древесины, вот этой сухой, которая называется плавник. Здесь есть ощущение копченых таких головешек, и в комбинации возникает периодически такой альфакторный якорь, альфакторный отсыл к копченой рыбке. Но опять же, это не пахнет рыбой, да, поймите меня правильно. Дальше начинается буйство красок раскрытия. Здесь очень хорошо слышатся цитрусы, здесь очень сладкий мандарин. Здесь хорошо слышится кофейность. Здесь хорошо проявлена нота фиалки, она дает такую подъемушную телесность, немножечко сродни путанам. То есть есть такое вот ощущение телесности, такой не намытой, не глянцевой, а вот такой человеческой. Но с другой стороны, аромат играет, играет, трансформируется, трансформируется, и в итоге он становится приятной, кофейно-сливочной бурманикой. В базе, вот чуть забегая вперед, это вообще ощущение, восприятие Беллиса, вот этого ликера Беллис. Немножко алкогольности, сливочности, ванильности, кофейности. Но у него крайне интересная трансформация. Он прям вот не для всех, для любителей бурманики нет. И я действительно провожу параллели с Аденаза, у Альтиери, с ванилосекс Тома Форда. Буду рекомендовать к знакомству, но, наверное, для тех, кто уже прям не относится к парфюмерии как к чему-то утилитарному. Не факт, что вы будете это носить, хотя вполне себе носибельно. У меня девчонки все вчетвером ушли, надушившись этим ароматом. Но это то, с чем действительно есть смысл познакомиться, для расширения архитектурного восприятия, для понимания того, насколько вот эти вот парфюмерные ароматы, ароматические композиции могут играть роль каких-то якорей, вызывающих воспоминания. Это, знаете, как прочесть хорошую книжку, когда ты не фильм смотришь, который уже переварили, режиссеры обработали и сняли, а вот когда у тебя в голове при прочтении книжки возникают какие-то образы, ассоциации. Девчонки дали очень интересные ассоциации, поэтому прям приглашаю, зайдите, послушайте. Классный, особенно рада, что есть 15-миллилитровые мильки и маленький лайфхак. Аромат стоит в золотом яблоке, его стоимость, по-моему, 2570 с чем-то, но если вы зайдете через банк Синькофф, программу лояльности, программу кэшбэк у партнеров, то стоимость этого аромата будет 1700. Вот за 1700 15 миллилитров такой интересной картины, альфакторной, я думаю, можно себе позволить, но, опять же, пожалуйста, без затеста туда даже не совать свои носики. Спасибо, что досмотрели, а мы увидимся.